Здравствуйте, в эфире новый выпуск подкаста Тедвайзер, я его ведущий Андрей Малафеев. На портале по информатизации tedwizer.ru опубликован обзор российского рынка системы управления бизнес-процессами за 2020 год. Ссылку на этот обзор вы найдете в описании подкаста. Рынок BPM продолжает развиваться и набирать обороты. Специалисты отмечают, что больше не нужно объяснять заказчикам, что это заклад систем и для чего он нужен. Из года в год наблюдается рост количества проектов и их масштаб. Гость нашей виртуальной студии сегодня — Алексей Клочков, управляющий директор TerraSoft Россия. TerraSoft — один из ключевых игроков на глобальном рынке low-code, BPM и CRM, известной своими программными продуктами линейки Creation. Технологии Creation помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга и сервиса. А сам по себе TerraSoft входит в международную группу компаний, штат которой насчитывает 600 сотрудников, а клиенты представлены в 100 странах мира. Алексей Клочков работает в TerraSoft с 2006 года. Он является экспертом в области продаж и внедрения продуктов для автоматизации бизнес-процессов. Под его руководством были успешно реализованы BPM и CRM-проекты в более чем 80 ведущих компаниях СНГ и мира. И я попросил Алексея рассказать мне и вам, уважаемые слушатели, о том, что происходит на рынке BPM сегодня. Как вы оцениваете российский рынок BPM? Насколько он конкурентен и каков порог входа на этот рынок в России и в мире? В общем и целом мы оцениваем рынок BPM как очень динамично развивающийся и очень перспективный рынок. И не только оцениваем его в России, у нас есть возможность оценивать его и в рамках нашего глобального присутствия, как компании, которая представлена на многих-многих рынках. Рынок очень динамично развивается, все новые и новые запросы приходят от клиентов, он очень интересный. У тех же аналитиков, Гартнеров и Форестов появляются новые квадранты или вейвы, которые начинают рейтинговать решения по этому рынку. Ну и, соответственно, перспективы этого рынка во всем мире и в том числе в России очень и очень большие. Что касается порога входа на этот рынок, то здесь нужно выделить, наверное, несколько аспектов, на которые нужно обратить внимание. Первое. Мы можем оценить, мы работаем на рынке крупных и средних компаний, это Enterprise Corporate рынок, это наш целевой клиент. И, учитывая требования этих компаний, просто получив инвестиции, создать решение и быстро вывести его на рынок, не получится, потому что у этих компаний очень большой запрос на зрелость решения, очень большой запрос на соответствие высоким нагрузкам, очень большой запрос на возможности интеграции и так далее. То есть должны пройти годы для того, чтобы пойти на этот рынок. С одной стороны, порог для таких клиентов, для виндеров на этом рынке достаточно высокий, но здесь можно посмотреть, как можно этот порог входа обойти. Мы предлагаем нашу платформу нашим партнерам, и с помощью нашей платформы наши партнеры могут создавать любые решения, в том числе, которые представлены на нашем маркетплейсе, предлагать их любому клиенту в нашей сети, партнерской. Соответственно, мы обеспечиваем полностью требования, которые являются сложными для входа на этот рынок, отказоустойчивость, не буду все их перечислять, возможность работы в облачном формате и так далее. Наши партнеры предлагают исключительно свою экспертизу в той или иной области, например, транспортная логистика или автоматизация закупочных процессов. Соответственно, новому вендору, вообще новому вендору на этот рынок зайти очень сложно, но с помощью того, что предлагаем мы, нашей платформы, наши партнеры и иногда даже клиенты создают решения и могут предлагать на нашем маркетплейсе решения для corporate enterprise клиентов достаточно, я бы сказал, легко. С одной стороны, войти новому игроку очень сложно, совсем новому сложно войти, но мы даем возможность тем компаниям, которые обладают суперэкспертизой, очень уникальной. Я сказал, транспортную логистику или автоматизация процессов аудиторской компании или любой другой юридической консалтинговой компании. Есть специфика, вот люди, специалисты в этом, с помощью нашей платформы могут выпустить решение, которое будет доступно для corporate enterprise клиентов и обойдет все эти ограничения. Вы, получается, по пути создания экосистемы пошли, да? Да, да, да. И вот сколько сейчас в вашей экосистеме участников? Скажем так, сотню тех, кто предлагает наши решения на marketplace. Количество решений год назад было 500, мы прошли уже сейчас 700+. Я думаю, что мы в этом году, надеюсь, что мы в этом году пробьем планку 1000+. Здесь как бы не за цифрами и количеством мы гонимся, а за качеством самих решений, потому что нам нужно, чтобы эти решения были востребованы, сертифицированы, правильно поддерживались. Потому что при разрастании marketplace растет ряд потребностей, которые необходимо удовлетворить наших клиентов. По тому же обновлению, по предоставлению той же самой поддержки и так далее. Это что касается самого marketplace. А если в целом посмотреть на всю экосистему, которую мы предлагаем рынку, то она сильно шире. Начнем с того, что в первую очередь мы как вендор предлагаем платформу и на базе этой платформы, платформу, в которой в основе есть BPM и low-code инструменты, low-code технологии. Мы на базе этой платформы предлагаем продукты, наши продукты, в которых мы очень сильны. И все это расширяется решениями на marketplace. Кроме этого, у нас есть большая академия, на которой собраны в удобном формате для слушателей. Наши тренеры записали курсы и в видеоформате, и в более привычном формате стандартных документов. Все это доступно на академии, и все это бесплатно. Это к тому, что как мы еще и рынок развиваем, как мы в него инвестируем. У нас, кроме нашей академии, есть creation community, на котором наши пользователи, наши клиенты, партнеры могут обмениваться информацией, задавать друг другу вопросы. Достаточно удобная форматка, профессиональная сеть по платформе и продуктам creation. И 700 плюс партнеров по всему миру. А это имеется в виду кто? Это системный интегратор? Это три типа нашей партнерской сети. Есть системные интеграторы, мы их называем просто интеграторы, у нас есть статус интегратора. Есть консультанты, это те, кто консультирует, создает модель. Допустим, консультанты по построению систем продаж, но они дальше не занимаются автоматизацией. То есть они строят, консультируют и помогают выбрать лучшее решение, лучшую платформу для клиента. И далее передают это уже на внедрение интеграторов. Вторая категория – это консультанты. Третья категория – это референсные партнеры. Эта категория разбивается на три подкатегории. Это, назовем так, будущие интеграторы, которые хотят попасть в нашу экосистему, познакомиться с нами, как это все работает. Второе – это будущие консультанты. Такая же задача. И третье – это те, кто референсные партнеры. Они позволяют нам получить интерес от того или иного клиента. За это отблагодарить такого референсного партнера за то, что порекомендовал нас к кому-то своему одному из своих клиентов. То есть они не собираются быть интеграторами, они не собираются быть консультантами. Но так как они работают в IT-рынке, у них есть знакомые связи, иногда им задают вопросы, не могут порекомендовать. А мы за такие рекомендации всегда готовы отблагодарить. Это, наверное, что касается экосистемы, то все, ее можно дальше расширять. Как мы работаем с вузами, но это уже там часть академии. Наверное, с точки зрения маркетплейса и целой экосистемы, наверное, все. А конкуренты ваши как поступают? Вы же не в пустом поле этим занимаетесь? Наши конкуренты… Хороший вопрос. Наши конкуренты поступают где-то таким же образом. На разных рынках разные конкуренты. Есть глобальные конкуренты, но на территории России им достаточно тяжело с нами конкурировать, потому что есть мы, вендор, который предоставляет интерпрайс-решения для крупных клиентов и полностью соответствуем всем требованиям российского законодательства. Компаниям, которые приходят из-за рубежа в Россию, им достаточно где-то сложно, где-то у них нет желания, где-то нет понимания, каким образом полностью соответствуют. Здесь есть, благодаря государству, которое поддерживает эти отрасли, есть возможность доставлять преференции отечественным вендорам. Здесь у нас есть возможность дополнительно получить дополнительное преимущество. Что касается, как наши конкуренты действуют по миру, действуют примерно так же. Все стараются развивать маркетплейс, все стараются развивать академию. Кто-то развивает, кто-то делает больше упор на партнерскую сеть исключительно. Но наш подход, он сбалансированный. Мы сразу движемся по всем направлениям. Вот, наверное, таким образом. То есть все смотрят в эти направления. То есть для того, чтобы хорошо конкурировать, тебе нужно предоставлять доступ к знаниям. И знания должны быть легко получаемы. Это не должны быть. Либо очень мало стоит, либо вообще ничего не стоит. Мы это делаем бесплатно. Что касается маркетплейса, то на нем должны быть решения, которые позволяют клиенту решить задачу очень быстро. И получить возможности платформы, где дальше можно развивать смежные задачи на базе того продукта, который он приобрел. Но в первую очередь решить задачу быстро. Вообще скорость стала очень важной. Она всегда была важна, но с коронакризисом скорость во всем увеличилась. То есть все процессы должны увеличиваться. Все пересмотрели, все клиенты, если о рынке даже говорить, все клиенты пересмотрели программы трансформации, но не в сторону сокращения, а в сторону ускорения. То есть как сделать все быстрее за тот же бюджет, но все сделать быстрее. Здесь у нас есть, если говорить о конкуренции, у нас есть достаточно хорошее преимущество, я бы сказал ключевое. Мы развиваем технологии low-code, которые позволяют бизнес-пользователям стать разработчиками, когда они сами могут настроить процесс, описать его, запустить. Ну и часть задач, сложных, несложных, любых задач выполнить in-house, не привлекать интеграторов, не привлекать разработчиков. Ну и по сути здесь мы решаем задачу скорости, решаем задачу доступности ресурсов. Все, кто готов использовать low-code технологии, low-code инструменты, мы готовы обучать, инвестировать в это. Я отдельно еще задам вопрос про low-code. Кстати, по поводу коронакризиса. Кроме скорости, что-то поменялось еще на рынке BPM из-за ситуации, которая у нас в декабре прошлого года развивается? Мы заметили влияние коронакризиса, когда у нас начались нерабочие недели, я могу ошибаться, 26 марта. Середина марта. Да. И вот примерно с этого момента какое-то влияние, можно сказать, о начале какого-то влияния. То есть первое, это для некоторых клиентов просто осмотреться, дальше, когда все поняли, что это для нас там представляет, перестроились, удаленные форматы работы. Для некоторых клиентов возможности того же low-code, который есть в нашей платформе, позволили за время нахождения на удаленке, в ремонт-режиме работы, автоматизировать процессы самостоятельно, не проводя никакие конкурсы, тендеры по выбору тех или иных подрядчиков. Это благодаря нашей платформе. То есть спрос увеличился на скорость, скорость повлияла на инструменты, которые стали доступны, которые должны быть доступны для того, чтобы эту скорость обеспечить. С точки зрения самих запросов клиентских, на текущий момент я не вижу какого-то сдвига. Есть огромный всплеск по ритейлу, я бы так выделил его, но мы еще наблюдаем, слишком мало времени прошло, влияя, это долгосрочный тренд. Или это краткосрочный всплеск, просто мы это видим по всем направлениям, по регистрациям, по запросам и так дальше. Все остальные отрасли, если говорить о крупном бизнесе, мы в малом бизнесе практически не работаем, нас нет. Я думаю, что там были сложности у малых компаний, малого бизнеса. Крупные компании все продолжили трансформацию, у нас ни один проект не отложился. Кто-то переждал кризис, где-то действительно были вопросы, связанные с закрытием режима, например, кинотеатры. Но все потихоньку возвращается. С географической точки зрения заметили какую-то разницу в реакции в России и за рубежом? Не могу сказать я, что мы в разных странах, я так скажу, что в разных странах по-разному отреагировали. В разных странах в нюансах отличался карантинные меры. Где-то более жесткие, где-то менее жесткие. Но формат работы все равно все продолжали работать. Очень быстро все перешли в удаленный формат работы. Я не помню ни одного случая, чтобы мы не могли дозвониться или не могли встретиться. Просто все сказали, что это новая реальность. Теперь мы встречаемся вот таким вот образом и продолжили все работу. С точки зрения наших офисов в Бостоне, в Лондоне, я не заметил никакой разницы, никакого влияния. Просто где-то были сложности с выходом на улицу, а где-то более мягкий формат работы. Но я это связываю, в первую очередь, что мы не заметили разницы с рынком, на котором мы работаем. Это крупный, средний бизнес. И, естественно, кризис повлиял на всех, на экономику в целом. Но менее всего, мне кажется, повлиял именно на эти сегменты. Но это без глубокой аналитики ощущение того, что я вижу каждый день за прошедшее время. Вы упоминали лоу-код. А еще какие технологические тренды актуальны на рынке BPM-решений сейчас? Самый актуальный лоу-код. Все его требуют. Это из фишки стало требованием. Увеличилось количество сравнений систем, когда одну и ту же задачу, которую выдают разным вендорам, должны настраивать либо представители партнеров, либо вендор, либо сами сотрудники клиента. И вот таким вот образом происходит тестирование лоу-код возможностей и BPM сразу в живом режиме. Такие батлы. Требование к наличию вот такого инструментария стало просто катастрофически важным. Потому что BPM – это хорошо, но не всегда доступно для бизнес-пользователей или просто для аналитиков. Нужно чуть больше возможностей. Я бы отметил еще тренд AI, все, что связано с искусственным интеллектом. Но, на мой взгляд, ажиотаж вокруг этого вопроса начинает спадать и возникает то рациональное зерно, как можно действительно использовать. То есть мы давно предлагаем нашим клиентам возможности вручную настраивать модели в нашем продукте. Мы и сами его используем. Я лично использую очень много AI-инструментов. То есть мы внутри давным-давно используем определение ответственного по обращению, которое приходит в нашу службу поддержки в автомате. То есть там 98-99% распределяется автоматически и распределяется очень точно. Я использую множество инструментов, связанных со скорингом лидов, со скорингом продаж, как они будут, с какой вероятностью конвертированы в конкретные сделки. И я использую это практически. И таких инструментов используется все больше и больше. Например, Next Best Offer. Запросы. Это, кстати, во время теоретических запросов и немного практических было и ранее. Но практические запросы за последний год, особенно в период пандемии, с Next Best Offer очень сильно выросли. Требуют запросы. Потому что контакта вживую, наверное, стало меньше. Соответственно, много операций уходит в онлайн. Соответственно, дальше у тебя нет возможности повлиять на выбор клиента. И за это должен отвечать платформа, система с такими возможностями. Почему я говорю, ажиотаж начался спадать? Потому что наши партнеры публикуют на наш маркетплейс уже не просто какие-то уникальные решения, они уже начинают конкурировать. Например, прогнозировать отток клиентской базы, прогнозировать заполняемость полки и так дальше. То есть есть точечные решения, которые можно поставить, скачать на маркетплейсе, установить к себе и ими пользоваться. Что это растет? Я вижу, что запросы сами от наших партнеров. Мы хотим выпустить то или иное решение, как вы на это смотрите. И очень много в части AI. И это хорошо, потому что началось практическое использование. Соответственно, с практическим использованием будет запрос и обратная связь. Как нам приходить? Что улучшить? Что изменить? Что мы продукты развиваем, в том числе и на основе Customer Voice. Когда получаем обратную связь, и это достаточно большая доля того, что мы включаем в наши продукты. Наверное, из два момента я бы хотел выделить. Естественно, есть еще два направления. Вряд ли это можно назвать трендами, но это очень востребовано. Возные процессы, когда разные департаменты работают в разных информационных системах, но их нужно связать воедино. И раньше был где-то страх, где-то боязнь, где-то кто-то видел риски. Теперь это требование, что вы должны это обеспечить. И это накладывает определенные требования к платформе, в том числе в части интеграции с разными системами. И второй момент. Тренд по облачным технологиям, он был всегда и уже давно достаточно. Но здесь есть один нюанс. За последний год очень большой прогресс, я бы сказал, в этом вопросе делал интерпрайз-сегмент. Очень крупный клиент. А раньше... В чем заключается? Они всегда с осторожностью подходили к использованию облаков. Это прекратилось. То есть очень много клиентов. Мы предлагаем систему по подписке нашим клиентам. И есть два формата. И мы этим очень сильно отличаемся от наших конкурентов. Либо на серверах клиента, либо в нашем облаке. И в большей степени клиенты когда-то выбирали развертывание на своих серверах, но этот тренд полностью развернулся. Стали технологии понятнее, выгоды от этого стали понятнее, что развертываешься мгновенно, не отвечаешь за мощность и получаешь просто сервис. Но раньше это было доступно малым клиентам. Не доступно. Доступно было всем, но использовалось малыми и средними компаниями. А теперь крупный, очень крупный бизнес также готов работать полностью из облака. Я понял. Каков ваш прогноз по развитию BPM на ближайшие пять лет в России и в мире? Будет ли какая-то разница? Или она нивелируется полностью? И будет ли вот тренд на то, чтобы от крупных компаний переходить уже на более мелкие? Как с полигона внедрения? Мы регулярно этот вопрос обсуждаем внутри, что будет с этим рынком, как он будет развиваться. Я бы сказал, каждый год оценки меняются и меняются в лучшую сторону. И я уверен, что по результатам этого кризиса, который был вызван пандемией, оценки по темпам роста и по объему этого рынка в течение ближайших пяти лет вырастут. За счет чего? Крупный бизнес будет более интенсивным? За счет чего? Много за счет чего. Давайте, здесь есть несколько факторов. Фактор номер один. Есть ряд отраслей, которые, я бы сказал, недостаточно цифровые. не автоматизированы, цифровизированы, еще недостаточно. Есть ряд, которые достаточно хорошо себя чувствуют, а некоторые только становятся на этот путь. И это крупный бизнес, здесь будут заказы все больше и больше. И драйвером будет все равно крупный бизнес, средний бизнес. Раньше потреблял много лет назад, несколько лет назад, 3-4-5 лет назад потреблял решения как готовые для того, чтобы запустить, получить ту или иную выгоду от использования технологии. Но сейчас смотрит на то, чтобы решить задачи и не просто, которые решаются коробочным каким-то решением, а рядом, смежные задачи. И количество процессов, которые автоматизируются на таких предприятиях, растет и растет. У нас есть показатель внутри проникновения с точки зрения наших продуктов, клиентов, и этот показатель растет с каждым годом. То есть люди потребляют в принципе больше продуктов. Это второй. Естественно, технологии становятся сильно доступнее, ну и соответственно за счет охвата, доступности, знания и охват тоже расширяет этот рынок. И тренд этот, не только в России. Мы обмениваемся с коллегами, как этот тренд работает и в Европе, в Америке, но и в Азии не видим разницы. Вот не видим разницы. Абсолютно. То есть разговариваем на одном языке. Требования один в один. Отключается только язык коммуникации. Ну, соответственно, получается, что в ближайшие несколько лет количество ваших клиентов будет расти. Возможно, некоторые из этих клиентов сейчас слушают наш подкаст и еще не совсем понимают, что такое BPM, где, с чего им начать можно. Что бы вы им посоветовали послушать, почитать, посмотреть, для того, чтобы как-то в эту тему вникнуть как-то в научно-популярном формате? Хороший вопрос. Я его буду разделить на две составляющие. Есть фундаментальные знания, потому что про бизнес-процессы я знаю последние лет 15-18, наверное. Но я думаю, что это я с этим связан, а вообще термином и подходу сильно много, сильно больше нет. Я думаю, что в принципе все люди в бизнесе знакомы с термином бизнес-процесса. Но допускаю, допускаю, что, наверное, какая-то малая доля еще никогда об этом не слышала. Почему я считаю, что это маловероятно? Потому что мы уже работаем на уровне вузов и обучаем студентов и самостоятельно, и с помощью наших программ подготовки преподавателей, а дальше они уже самостоятельно обучают студентов. Я думаю, что выходя студенты из вузов уже точно знают, что такое бизнес-процесс. Не знаю, учат ли об этом в школе, но в некоторых, наверное, уже точно учат. Если нужны фундаментальные знания, есть ряд бестселлеров, я не буду их называть, нет в этом смысла, они известны тем. Можно прочитать и найти книги по бизнес-процессам. Их будет три-четыре, которые точно легко можно прочитать, получить эти знания. Если с фундаментальными знаниями все хорошо, то будем переходить более в практическую плоскость. У нас есть ряд площадок, где можно получить эти знания. Первое, это наша Крейшо Академия. Наши тренеры представили очень много разной информации по использованию наших продуктов, в том числе по использованию нашей VPN-платформы, Крейшо Студио Интерпрайз. И можно получить эти знания и теоретически, и уже практически, как этим пользоваться. Это очень доступно. Второе. Это какие-то курсы, на которые нужно записываться, или это открытая информация? Это открытая обучение в видеоролике, сложенные в программу обучения, которые полностью проведут слушателя от АЗОВ, что где находится, как выполнить первые действия, по самых сложных настроек, которые необходимо сделать. Есть видеоформат для тех, кто лучше воспринимает текст, стандартно, вся документация полностью представлена в открытом доступе. Это вопрос номер, пункт номер один. Пункт номер два. Наш сайт, на котором представлен большой пласт информации, связанный уже с практикой использования наших продуктов и нашей платформы в разных отраслях. Это кейсы, это интервью, это видеоинтервью, это записи выступлений на наших мероприятиях и так далее. Очень много информации, она постоянно пополняется. Пополняется этот рейтинг пункт, о котором я бы хотел сказать, мы каждую неделю проводим онлайн мероприятия, у нас есть такой формат Accelerate Online, где мы в рамках недели несколько вебинаров, иногда много вебинаров проводим в течение недели, где наши партнеры, наши клиенты или приглашенные эксперты делятся и практикой, и теорией применения BPM-технологий, лоу-код-технологий и так далее. Вот есть три источника, повторюсь, это Академия, это наш сайт Террасофтру, и в рамках него и во всех доступных каналах есть информация Accelerate Online, это и сайт, это и Телеграм-канал, Facebook и так далее, где можно записаться и послушать все мероприятия, которые будут проходить, либо записи получить уже проведенных. То есть вы вокруг себя сконцентрировали вот это обучающее на пространство, чтобы держать клиента на прицеле. Кстати, а кто ваш идеальный клиент? Мы внутри такой термин как идеальный клиент не используем, мы говорим целевой клиент, наш целевой клиент, он больше описывается терминами, больше маркетинговыми, какая выручка должна быть в компании, какое количество сотрудников кто и является. в принципе это описывает средний и крупный бизнес, но с точки зрения задач, которые решает клиент, никаких, я бы сказал, целевых задач, которые мы решаем или не решаем, их нет. Потому что спектр решаемых задач очень сильно растет от года к году, и таком способствует решение на том же маркетплейсе, что расширяются те задачи, которые мы покрываем. Какие-то географические маркеры есть в описании целевого клиента? То есть это должен быть Россия, СНГ, или это должна быть Юго-Восточная Азия? Нет таких требований. Мы развиваемся по всем направлениям. Это Россия, СНГ, Европа, Азия, в Австралии и в Америках. Мы везде представлены, где есть спрос на наши технологии. Наверное, достаточно сложно ответить. Вроде вопрос простой, но на него сложно ответить, потому что спектр клиентов, с которыми мы работаем, очень широкий. В первую очередь потребованы крупные и средние бизнесы, потому что у них запрос на BPM и лоу-код технологии, и это наш целевой клиент. А какая если целиком взять бизнес компании вашей, какая часть бизнеса приходится именно на BPM? Часто задают этот вопрос, но на него нельзя дать однозначный ответ. Я поясню почти. Когда создавалась наша компания и вообще продукты, которые создавались нашей компанией, всегда в основе был BPM-движок. Спроса на BPM-технологии в те годы еще давние не было, но в основе ключевым преимуществом всегда выделяли BPM. Я приходил в компанию как аналитик по бизнес-процессам очень-очень-очень давно. Мы всегда инвестировали в платформу, в бизнес-процессы и дальше уже на базе этой платформы и возможностей процессов создавали наши продукты. Поэтому отделить отдельно выделить BPM и отдельно выделить другой бизнес не очень получается по этой причине и есть еще другая. Часть наших клиентов как правило решает ту или иную бизнес-задачу. Им нужно решить ту или иную бизнес-задачу, организовать объединенный центр обслуживания. Я могу продолжать любую задачу, автоматизировать HR-процессы и так далее. В первую очередь они решают бизнес-задачу и хотят ее решить очень быстро и как правило хотели бы получить что-то готовое. Либо продукт вендора, либо продукт, который представлен у нас на маркетплейсе. А дальше с помощью возможностей платформы улучшать, развивать то, что уже есть готовое и использовать это дальше в целом для развития бизнеса уже приобретенный продукт. Поэтому выделить отдельно клиентов, которые смотрят только BPM очень сложно, их практически нельзя, потому что если его и смотрят, то для решения либо одной задачи, либо множества задач выбирается есть ли платформа, то всегда есть какой-то маркер, на котором это проверяют пилот, то есть для каких-то бизнес задач отделить одно от другого очень сложно, мы никогда когда-то хотели это сделать, но это не получается, потому что возникают споры, поэтому для нас это целый рынок и мы видим BPM как преимущество нашей платформы и так планируем дальше развивать в основе ключевое это платформа BPM и лоукод инструменты. Спасибо за подробный обстоятельный ответ. А как у вас дела с кадрами обстоят? То есть кого как укомплектован ли ваш штат? Либо у вас постоянный поиск программистов или бизнес-аналитиков? Ситуация с кадрами за последние годы изменилась на мой взгляд в хорошую сторону. Конечно же осталась конкуренция, она всегда будет. Я думаю, что запрос на количество студентов в нужных нам специальностях вузах будет все время расти и угнаться в принципе за этим нельзя потому что потребление IT внутри бизнеса растет с каждым годом. Но кадровый голод мы не испытываем ни по одной позиции. Мы расширяемся. Каждый год у нас есть прирост и по всем позициям. В части коммерческих позиций, в части технических позиций это происходит абсолютно на всех рынках. Где-то мы усиливаем офисы, где-то мы усиливаем техническую составляющую. Почему на мой взгляд раньше была сложность с техническими кадрами, но стало легче? Потому что есть очень много стажерских программ, в том числе которые проводят наши партнеры. И на рынке уже достаточно большое количество экспертов, которые нам необходимы. А технологии, которые мы используем, они очень популярны, очень доступны. Соответственно, если даже человек не знаком с нашим продуктом, то нам обучить его практически ничего не стоит. Главное, чтобы он знал все наши технологии, которые мы используем. Поэтому вопрос кадров на текущий момент критически не стоит. Да, конкуренция есть, но мы справляемся. Ваша компания недавно относительно провела ренейминг своих продуктов. Как это повлияло на бизнес? Да, мы провели ренейминг не только платформы, а все линейки продуктов кейшо. Делали это в первую очередь не ожидая быстрого эффекта экономического. Это наше желание сделать ренейминг было вызвано тем, что вся линейка и продуктов, которые назывались BPM онлайн, больше соответствовало BPM технологиям. А наш спектр технологий, которые мы предлагаем рынку, сильно шире. Я уже много раз говорил о лоукоде, но в первую очередь лоукод позволяет бизнес-пользователям и аналитикам описать процесс, структурировать его и запустить, автоматизировать в компании. И мы считаем, что мы даем такие инструменты, которые позволяют создавать, творить. От английского слова create creation. И нам кажется, что это название нашей всей линейки продуктов больше соответствует тому, что мы несем рынку. Мы хотим, чтобы каждый мог почувствовать себя разработчиком и чтобы каждая бизнес-идея могла быть автоматизирована за считанные минуты. И название creation и те технологии, которые мы несем, позволяют нам достичь этой цели. По отзывам... Бизнес-результат появился, то есть клиенты прочувствовали эту связь? Появился. Сложно оценить конкретно влияние на бизнес-результаты, можно оценить то, как наше сообщество, наши клиенты, пользователи, партнеры восприняли это название. Мы видим, что оно пришлось по душе. Пользователи тепло это восприняли и мы считаем, что считали заложенный в это смысл. Мы довольны, мы довольны этим результатом. Вроде как прошло достаточно недавно, но такое ощущение, что мы с этим жили всегда. Ясно. Смотрите, я так понял, что платформа Low Code действительно очень сильно востребована. А как на перспективы ее развития смотрят ваши контрагенты как системы интегратора? Получается, чем больше распространения она получает, тем меньше их услуги будут востребованы. Фактически, наверное, речь идет о том, что рано или поздно клиент может купить коробку, поставить и уже средствами своих сотрудников сделать какие-то базовые настройки пользоваться. Как мы видим эту ситуацию? Мы видим так, что рынок никаким образом сокращаться не будет, нет к этому предпосылок. Задач становится все больше и Low Code технологии позволяют большее число людей вовлечь в процесс цифровой трансформации. Соответственно, задача стоит не перераспределить ресурсы от интеграторов к внутренним командам, а с помощью внутренних команд сделать больше задач в единицу времени. Это один аспект, а другой аспект это возможность использования аналитиков для большего числа задач, чем это было доступно ранее. Что имеется в виду? Запрос у клиентов возникает на услуги интеграторов не только комплексно, но и в части аналитиков, в части архитекторов, и этот спрос все больше и больше растет, потому что сложность систем тоже увеличивается. И с нашими интеграторами мы здесь солидарны, рынок только расширяется. Из классических задач, где выполнялись проекты, задача, постановка, реализация, тестирование, внедрение, запуск, задачи решаются более комплексно, где прорабатывается вся архитектура, всех решений, как они будут взаимодействовать между собой, число аналитиков, которые вовлечены в проекты и на нашей платформе только увеличивается, соответственно, никаких сигналов к тому, что рынок уменьшится, мы не видим. И мы не видим это уже на протяжении многих-многих лет. Наши интеграторы говорят, что у них внутри перераспределение ресурсов происходит таким образом, что аналитиков в командах становится больше, чем разработчиков, и спрос на этот вид работы аналитический все выше и выше и выше. Поэтому мы не видим. Можно всех успокоить. Ну что ж, этот выпуск подкаста от Advisor подошел к концу. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, вы получили полезную информацию. На какой платформе вы бы нас не слушали, пожалуйста, поставьте оценку этому выпуску и оставьте свой комментарий. Это поможет нам делать подкаст лучше. И помните, что база знаний портала по информатизации Tadvisor.ru всегда в вашем распоряжении. Пока!